Вот как вот у меня было вот с этим пророчеством, я же сразу, понимаешь, то есть Господь побудил, я это прочувствовал сразу, я много видел всяких пророчеств, но к этому уже у меня, видишь, особое какое-то отношение, то есть побуждение. В том-то идиот, все духовно, это хорошо, это дух, который в тебе, в тебе Христос услышал, возбудил душа в нем, вот это происходит. В Царствие Божие ты услышал о Царстве, не из пищи и питье, а мир, радость, праведность. Ну какая, вот в этом мире тоже радость есть, вот человек обрадовался, у него праведность может быть, радость, а написано во Святом Духе, вот во Святом Духе когда, вот это и есть Царствие Божие. Я вот знаешь, у меня сейчас на мысли, что еще приходит, да, вот в последний раз говорили, вот ты опять же замечаешь, это перед Богом народ как-то, народы как трава, да, то есть Господь-то из камней всех может себе сотворить народы, да, вообще, что для него, для него же ничего не стоит взять вот нас сейчас, прям взять и уничтожить, да, и создать себе новых, новых людей. Да, и мы достойны этого, мы достойны этого, все лишены славы Божьей, понимаешь, все согрешили, все лишены славы Божьей. Вот я сейчас вспомнил, хотел тебе сказать важную вещь тоже, это как христианин, как ученик должен этого разуметь, понимаешь. Вот когда Петр спрашивает, до семи ли раз мне прощать брата, да, помнишь, а Господь говорит, до семи десяти семи и еще в семь раз, в общем, как-то фраза звучит. До семи десяти семи, это, в общем, означает бесконечно. Семьдесят семь и еще на сему. Еще раз на семь, да. Да, это в день. Он говорит, так, прощать, что это значит? Нет, что, если даже по минутам распределить каждую минуту брат что-нибудь сделает тебе, а ты ему прощай, опять, опять прощай. А что это значит? Это ж не просто такая, вот, вот, столько много прощай, брат, важную вещь тебе скажу. Это со мной происходило, и причем я ревностный был в этом. Я, мол, не то как брат, вот в собрании нашем, я и отношения очень отцеживал. Вот, по Евангелию ко мне отнеслись или нет? Разговариваются как должно, понимаешь, с братом или нет? А я это тоже, вот, имею в виду особое внимание. Когда с тобой, да? Да. Разговаривают. Я очень ревную, когда вот словечки какие-то допускаю, знаешь. Я не имею в виду словечки. Чтобы проявили заботу, любовь обязательно, чтобы внимание, почтение, чтобы такую, ну, теплоту отношений, по-братски, понимаешь? Вот, вот, евангельские такие отношения, чтобы ко мне, это вот раньше, вот, я уверовал, приехал, понятие было. И если не так, у меня уже настроение портилось, я уже мог так ходить, уже затаил что-то, высказать мог. Ну, мог промолчать, но все равно у меня это вызывало осадок какой-то. Ну, примитивно говоря, реакцию какую-то вызывало, понимаешь? Я отслеживал обязательно. И думал, что это нормально, ко мне же должны так относиться. Но как я отношусь, понимаешь? Как я отношусь, это больше я ревновал о том, как ко мне относятся, чем как я отношусь. А вот до семи раз прощать, когда я не понимал этого, зачем вот столько много, это как бы такой образ. А потом очень важная вещь открыл Господь. Это знаешь что? То, что я тебе подтверждение потом из молитвы, из основной молитвы. Вот если ты это, ты обязан это принять. Если ты не примешь это, то тогда это вот для меня будет тяжестью большой. Потому что это Евангелие. Вот мы, христиане, мы не должны ждать во взаимоотношениях к нам отношения. Такого благоскопия, евангельского, заботы такой. Ожидать это не должны. И не должны этого, как бы, если что не так, понимаешь? Интонация не такая у брата. Не то сказал, не так внимания уделил. Понимаешь мне, да? Неожиданно. Понял. Ну, все понял. В моем случае, это, как тебе сказать, это препятствие, великое препятствие. Не жди. И что? Вот что это значит? Прощай брату твоему. Вот он что-нибудь, даже в взаимоотношении, вы на улице стоите, он что-то сказал, тебе грубым показалось. Ну, иди, поехали, мол, куда-то приглашают тебя. Не так, что это, ну, там, обнять, улыбнуться, все, как хотелось бы, да, по плоти. Как-то грубо показалось. И ты ему должен простить. А он не должен так вести себя. Он, он, он должник твой. Вот мы друг другу должники. Будьте должны никому ни в чем, кроме любви. Вот я должен тебе любовь проявлять, это обязанное. Я должник на всю жизнь, на всю вечность. А ты мне должник, понимаешь? Но не будь должником, вот чтобы я что-то сделал тебе такое, в чем мне нужно каяться, в чем я поступил, если не по-евангельски, то оставаться должником, понимаешь? Должником. Когда написано, и прости нам грехи наши, слушай внимательно, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. А должники это братья. Это то, как к братьям относятся. Это только в церкви. Это отче наш. Вот это дети божии. И вот их взаимоотношения, воспитание идет. А я вообще по характеру, я по плоти очень придирчивый, по плоти, по характеру. Со мной даже вот, я маленький был, мальчишка, со мной не просто было. Дедушки, даже бабушки. Аристократов. Вот так, как мне. Иногда поимен, аристократ ко мне обращался. Понял, что такое, маленький был. А это потом, оказывается, он вот, что имел в виду. А почему? Потому что я к себе отношения всегда отслеживал. Вообще понимаешь, о чем я говорю? Я ты даже не сомневаюсь. Я когда не понимаю, я буду переспрашивать. Ну, что ты на это скажешь? Я тебе, знаешь, что хочу сказать? Я в этом, я хочу даже похвалиться. Но не собой, а Господом. Понимаешь? Когда я вот в общении, даже вот с ближними, ну, самый тяжелый это с ближними, да, вот отношения. Да, да. Я вижу в себе уже, как во мне работает Христос, Господь во мне. Казалось бы, еще 3-5 лет назад, в той или иной ситуации, я бы, допустим, ну, по-другому себя повел. А сейчас я вижу, насколько я вот быстро, вот смягчается сердце мое. Я забываю это, а я себе иной раз убьюсь. Блин, как я забыл-то это, это же невозможно для меня того оставить. Вот, понимаешь? Я бы это муссировал себе, мусолил бы вот это все. Понял, понял. Сейчас тебе объяснял очень важную вещь только. Еще. На это очень важную вещь. Вот то, что в тебе это происходит, это радость. Почему? Ты понимаешь, что Евангелие совершается в тебе. Оно в тебе совершается. Но будут искушения, будут еще такие моменты, на которые ты можешь обидеться, можешь. А для этого надо смирение, чтобы поступить так. Понимаешь? Вот сейчас телефон. Будут все равно эти искушения в отношениях. Если вдруг будет такая реакция, плоская реакция, то имею в виду, что вот это поведение уже будет не евангельское, а должно быть евангельское. И тогда вот победа Христом. В тебе уже есть победа, но не до конца. Еще путь не закончился. И во мне не до конца. И в себе я перемены замечаю. Перемены и радуюсь. Вот Евангелие совершается. Понимаешь, о чем я говорю? Я понимаю. Потому что я же тебе вот, сколько я уже несколько раз говорил, опять же, о гневе. Иной раз вот она к матушке подходит, она мне что-то не так сделает, а мне или взгляд какой-нибудь вот этот вот косой бросаю на нее. Знаешь, она же постоянно вот это проявляется. И я вот с этим вот это у меня еще не побеждено. Вот побеждай. Побеждай. И написано, мало того, написано, радуйтесь, братья, когда впадаете в искушение. Радуйтесь. Это ты, как воин на войне, должен побеждать. И если ты побеждаешь, а ты должен побеждать, вот тогда предводитель воинства, Господь, он доволен своим воином. Вот как в этом видении, да, войны идут. Это какой почет, замолкли все, склонились, где там на небе праведники. Войны идут. Как тяжело вот эта война. А война внутрь, это она духовная война. Это не то, что... А вот а бомбардированные дети есть еще какие-нибудь мысли? Я думаю, это те дети, которые вот слышал, да, вот это видение. много детей идут всяких. Вот это это дети. Вот я думаю, эти дети будут благодарить Бога в вечность. Они не достигнут, не достигнут того, что достигают христиане, но они не погибнут. И они будут благодарить Бога вообще, что они не появились в этот мир, и что они не нагрешили здесь. И что они... Они не погибшие, понимаешь? Каких мамашек, каких папашек. А вот смотри, эти дети абортированные, они тоже сейчас молятся Господу об отмщении. То есть, когда в откровении сказано увидел я и поджертвенником души убиенных, которые взывали Господу, да коли Госп святый, не мстишь за кровь нашу. Это другие души, другие души. Это убиенные святые. До слова Божие, да. Ну, и младенцы, они имеют тоже право вызывать Господу за смерть их. Они несправедливо были, кто знает, на что они были уготованы Господом, да, а их взяли и убили. Они также стянают и вызывают Господу от мщений. Вот. И я вот с женщинами с такими говорю, насколько нужно усердно им молиться и приносить плоды покаяния, плод вот именно допустим, если ты аборт сделал, то возьми ребенка из дома детского, допустим, на воспитание, чтобы хоть как-то перед Господом ничего не оправдается, хоть сто детей возьмет, не оправдается. Это религия, понимаешь, искуплять свои грехи, вот это звучит, никто не искупить свои грехи, невозможно искупить свои грехи. А как ей быть, она же стенает, они в таком находится состоянии просто неописуемом, понимаешь? Эти женщины это хорошо, хорошо, значит, есть в них покаяние, значит, она должна покаяться, обратиться от всех злых дел своих к Богу и вере, вот и все. А ничего она не заболит. Достойный плод покаяния она должна тоже принести? Нет, плод покаяния, что это значит? Это перестать делать то зло, если ты вор был, перестать воровать, сквернословил, перестать сквернословить, пьянствовать, перестать грешить, не так, что, как в православии идет, там причастился, идет опять, идет, блудит, вот это мерзость, а достойный плод покаяния сперва перестать делать грехи, грехи, потом покаяться, вот это плод для покаяния, это плод для покаяния, если этого плода, если ты не перестал делать грех, хоть какой-то, это уже не покаяние, ты хоть в слезах, в соплях, там ползаем, многие, знаешь, в соплях, в слезах, ползают, плачут, женщины, а потом то же самое они делают, те же самые, живут той же жизнью, после покоения. Мы о тех не будем говорить, мы говорим именно об этих, которые находятся, раскаиваются, которые, да, вот она, пока она уже, она уже не делает, понимаешь, но ей-то нужно как-то в жизни утверждаться в покаянии в своем. Одного покоения недостаточно нужно делать. Понимаешь, каждое, никаких дел ей не надо творить. Дело народа Божия веровать в того, кого он послал. Понимаешь, веровать, и тогда Господь управит. Дело в том, что вот эти религии, вера, где сделка, мертва. Послушай, это дела веры должны быть. Понимаешь, если тебе поп скажет, вот это там поклонись тому, такой пост сделаешь, это не дело веры. Дело веры это совсем другое. Ими, что каждой, каждой душе это индивидуальность. И что сделали, страшное то, что сделали, но цель дьявола какая, вот создавая эти религии, цель какая, отстранить от водительства Духом Святым. Пришло мне так, вот ученики, да, Господь сказал, что никуда не отлучайтесь, представляешь, сидеть не отлучаться, это и ожидать Пятидесятницы. ничего не мне сказал, чтобы они ждали. А как они ждали? Представляешь, как они ждали? Вот так сейчас ждут апостолы, ждут будущие апостолы, сыны, ждут вот этого момента, ждут. И так должно быть, чтобы ждать в терпении, ожидать, а не так, чтобы внезапно, вот, ничего не знал, допустим, и на следующий день, днем явился Христос и сказал, посылаю тебя на проповедь Евангелия, в общем, как апостола, благословил, сошел Дух Святой, сила, как бы внезапно, нет, должен ждать, все должны этого желать, желать, все души должны так, должно быть, не так, чтобы чуть ли не не ждал, не гадал, и вот как произошло, мы должны с нетерпением ждать, имеется ввиду в терпении, в терпении, но с нетерпением ждать, чтобы, да, я еще, мол, подождал, понимаешь, нормально, живется, еще, вот я, например, если так подумать, ну, и ладно, и можно и так годами жить, ввиду, ввиду, тысячелетия, ввиду, а мне, о мнении, как бы, с нетерпением, жду этого, ну, меня, видишь, у меня еще какая-то мотивация, то, что я-то жду этого, ну, потому что муки невыносимые, вот, я жду, опять же, как избавление еще вот этого, конечно, попозже, конечно, 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 жена видела тебя встающим, видела, многие пишут и так и звонят и говорят, что сны вот какие-то видят, что встал, ты встал, а я уж привык к этому, люди звонят, ты встал, видели тебя ходящим, там, когда будет велики и чудные дела твои, Господи, Боже, все держите. Сложно, мы вот с Александром, знаешь, это, вчера тоже говорили, у меня вот вчера только матушка зашла, а у меня друг был, мы лет до 30 лет, я с ним так поддерживал общение, а так с 4-х лет, знаешь, детского сада, мы с ним такие близкие были, друзья, и в школе, вот, везде, вот, и она мне сказала, повесился, говорят, воробей, повесился, а у него кличка воробей была, вот, понимаешь, а мне даже это вообще не прониклось, никак, ну, как вот, ну, человек, допустим, он бы тогда сразу за голову схватил, да как, как, ты что, как, ты что, как это произошло, понимаешь, она мне сказала, как будто, знаешь, что-то, мимо ушей пролетело, а как ему не повеситься, а для Аши тут удивительно, он и должен был повеситься, понимаешь и мы вот с Александром тоже общаемся я говорю, брат а ты представляешь, а вот если по-простому, по-детскому рассудить мы же верим мы же всего-навсего верим да, можно сказать, ну всего-навсего а это, конечно, не всего-навсего а что наши, вот забери от нас вот эту веру, да, вот над нами они смеются, а эти самые ну, неверующие люди да вы ничего, с ума сошли, за гробом да какая жизнь, да о чем говорить-то, понимаешь, а у нас вера, мы в себе вот это утверждаем, и живем только а представляешь, вот не жить да повесился, не повесился какая разница, что ты там повесился, не утопил ты сейчас, вот ты сейчас, когда сказал а забери у нас эту веру вот я как бы, ну бывает так иногда иногда думаю, а вот если бы я вот сейчас жил не уверовал тогда и сейчас как-то неверующий был бы, просто не верил и для меня ужас если у меня забрана вера была вот просто вот я все то же самое а веры нету для меня ужас но когда я вижу успешных любых там олигархов будь он президент будь он кем бы не был будь он звезда экрана там всякие эти звезды шоу-бизнеса известные артисты сейчас в почете эксперты, они по жизни дают советы я смотрю я смотрю для меня они ущербные люди они вроде формулируют они вот на этих передачах эти политики они вроде такие удачливые такие успешные в этом мире они достигшие понимаешь они достигшие и почет и положения в этом обществе любого ранга смотрю она ущербный человек ущербный понимаешь все ущербные это мертвецы я смотрю он мертвец и она мертвецы это мир мертвецов смотри а христиане они ничего не значащие в этом мире это счастливейшие люди счастливейшие люди которые познали уверовали познали Иисуса Христа и их счастье непонятно для этого мира понимаешь вот наше счастье наша радость она непонятна его невозможно понять потому что они в другом мире а мы в другом мире опять же а как можно сказать что они в мире да в другом они же мертвы они вот как Господь начинали с травой сравнивают да и цвет и слава человеческая как цвет на траве вот ромашка колевая трава вот это дуванчик она расцвела слава человеческая как цвет цвет опал и засохла трава вот они стареют эти актеры эти да кто бы не был стареют они все продлевать хотят свою молодость эти всякие сейчас методов у них много и все равно как им не хочется расставаться с молодостью с этой славой им очень тяжело чем дальше все тяжелее и тяжелее эти болезни это все а нас не волнует эти вопросы не волнует вот женщина христианка она какая она свободная настоящая если христианка если она вот жена муж и жена христианка ей не надо ни краситься ни фитнес-центра не надо не надо там диеты какие-то соблюдать специальные прически парикмахерские она свободна от всего этого она счастлива она любит мужа вот заповедь которую не исполняют вообще в религиях я вообще не знаю такую семью я знал одну семью такую это брат мой где жена она по имени не смела к нему обращаться сперва когда неверующие были она обращалась по имени все а потом это муж наказал это ее воле это евангельское но это она пришла к этому или от мужа получила она услышала от мужа что так евангельское такая заповедь вот меня жена обращается ко мне господин хочется узнать как она приняла она допустим приняла это как от бога и она уже другого выхода не видела в этом как я могу говорить по другому если это от бога как принимает сперва это принять надо да сперва это надо принять на это сказать аминь это истина так должны быть такие отношения а в евангелии ты читаешь не помнишь это место когда писано что сара авраама называть имени но только господин обращаться не называть а обращаться по имени или называть не помню только господин и написано вы дети ее вот женщины они дети ее старые сара прообраз церкви она прообраз христианка она называла мужа только господин дети ее если поступаете так и там написано не бойтесь в этом мире страха ихнего очень смущаются женщины чтобы вот так называть а у нас все жены называли мужей господин в магазине господин особенно одна Тамара мужа своего так как будто значит специально громко господин все а люди которым нравилось женщина подходит и говорит как мне нравится как вы мужа называете женщина по нутру это язык он как руль у корабля называют господин значит и отношения она выправляется вправе правильное русло понимаешь вот например молятся да вот эти в основном харизматы ну много много всего они как говорят Иисус Иисус ни в коем случае нельзя по имени понимаешь она невеста церковь не имеет права по имени обращаться меня всегда это коробило вот это то что они обращаются Иисус вот интересно очень да потому что это недопустимо друг называют Иисус друг мой ты даже не червяк ну такой но они так научены но не только научены понимаешь чего ищет душа он и хочет быть таким панибратом он хочет такой либерализм вот этот либерализм в цепи либерализм а когда говоришь о страхе Господнем да ну на что бояться боящихся несовершенную любви это совсем о другом написано понимаешь а начало мудрости страх Господень пал на лице своем кто Иоанн представляешь наустро Випатмос сзади себя услышал голос и пал в страхе на лице кто Иоанн представляешь кто на груди у Господа он возлежал так близок его Господь как любил и это правильно хорошо это нормальное состояние они хотят он там либеральность панибра видел как он увидел подобным камнем яске яске сарбису иисус исходил меч обоюдо острый ты представляешь увидеть такой иисус привет это 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 увидеть такое да страха нет я вот тебе по-моему говорил любому скажу что если человек так праздно будет говорить или как-то без страха я уже я уже вот такая вам неуверенность что это не от Бога человек он не Божий это не христи я вспомнил Игнать Ильич он говорит мы вот в общине раздаем там стражевая башня вот эти вот журналы да ну ты видел эти журналы там же они спещрены вот этими картинками где Христос там вот ну во всяких там сценах участвует да но это же это же недопустимо вообще вот даже смотреть на такие вещи вот как они Христа представляют я вот когда в интернете вижу такие вещи да вот он улыбающийся там какой-то там вот с людьми знаешь и по простейски так Христа ну невозможно себе в мыслях даже представить да что он вот с людьми вот так вот просто это их не Бог это иной Иисус вот это и есть иной они проповедуют иного исповедуют проповедуют иного так написано иного Иисус это другой Иисус хотя он же при жизни он же таким ведь и был ведь он тут так живет он и возлежал он и там и сидел на камне там и по всякому там было его видели а представить сегодня мы уже не можем себе такого потому что это не допустимо нет он таким нет он таким не был никогда таким как на картинках не был никогда его поворот головы даже он был божественный и царственный его всякое движение только благочестивое было это не тот который сейчас мы можем себе даже представить понимаешь это не тот и вот эти картинки вот эти взаимоотношения они хотят всех людей любить всех любить ты должен всех любить вот я тебе про себя скажу я не хочу всех любить просто я не хочу искренне я не хочу всех любить только ближнего божьего а кто не божий бог ненавидит делающих злой и радующихся понимаешь вот это другой Иисус который всех любит это дьявол вот дьявол всех обманывает и всех любит якобы а на самом деле он никого не любит вот так он обманул этот мир ты он говорит что у него такие былица а Евангелие говорит что не было в нем ни вида ни величия в нем не было то есть наоборот он представал таким вот скромным человеком да так написано ни вида ни величия да но это не значит что как бы вот я думаю что там была какая-то там ну вот как простолюдины как такой обычный человек он не мог засмеяться на какую-то шутку понимаешь герой как-то по-человечески ну что я не представляю себя я даже таким не представляю себя вот раньше там шутки там какие-то 0 а сейчас это если даже такое случится допустим или приблизительно меня уже коробе думаю что это уже мне противен сам себе противен становится а мы же как мы живем как неверующие понимаешь во многом мыслях своих в рассуждении своих желаниях мы очень много вот я например стыда иногда подумаю о чем-то а потом раз а помнишь думаю что это я конечно мы ну вот видишь находимся вот в этом общении да а насколько нас мало вот все-таки знаешь вот ну как бы ну мне скайпе многие знаешь люди вот и пообщаться а я уже начинаю спрашивать я говорю а у вас что вопросы вы по делу или просто так вот а вот знаешь начинаешь вот раз созвонишь ну какой-то незнакомый человек ну я вот узнал о вас в интернете можно мне позвонить я говорю ну звоните а начинаешь общение знаешь а у меня язык западает и я все я а я прям теряюсь я в комок вживаюсь я не знаю о чем говорить а как о Христе я вижу сразу что Он не примет совершенно ну моего Он не примет ну то есть если я даже начинаю разговоры вот инвалидов много звонит да вот как бы по опытам поделиться перенять опыт там какой-то понимаешь а я же начинаю сразу за Христа что я говорю да не надо вы на этом не обостряйтесь вы себя инвалидами не считаете вот понимаешь и о Христе что у нас жизнь у нас цели другие понимаешь начинаю а они они раз замыкаются вот какая-то пелена падает на глаза и все и я вижу он непробиваемый и мне уже закрывается рот и говорить уже нечему а другой раз он уже другой пишет человек а я его спрашиваю вы по делу говорю или что или просто так а потому что не хочется уже ну а о чем говорить то вообще не знаю конечно но что касается инвалидов звонят понимаешь им нужен совет поддержка они видят в тебе такое ну как бы бодрое душевно духовное состояние понимаешь им важно поговорить разные люди им важно знать что о Христе сказать что вот если само исцеление оно не ради исцеления вот если человек инвалид на коляске тяжелейшая форма инвалида на кровати все если ему исцеление получить вот он встанет и будет здоровым пойдет грешить а соблазнов много он пойдет это там отметит это дело где-то там с женщинами кто соблазнов сейчас полно всяких и ему лучше бы не вставать ему лучше бы вот так оставаться и не нагрешить дальше так написано исцеление не ради исцеления но если исцеление Господь говорит иди и больше не греши всем но прежде говорит прощаются тебе грехи твои вот чтобы получить исцеление нужно находиться в раскаянии в покаянии понимаешь в покаянии только верующий человек может находиться а так просто неверующий ему лучше вот так остаться претерпеть уже потерпеть и его участь на суде будет намного легче нежели он получил выздоровление если можно так сказать выздоровление и вот для этих людей которые в таких нуждах в такой проблеме им очень хочется здоровыми быть ну побудет он здоровым ну пускай 10 20 30 лет хотя последнее время сейчас вообще сколько осталось земле мало меньше нам а потом заплатит цену он такую за это адскую вот именно эту тему я начинаю как бы стараюсь привить человеку да но человек категорически он это отвергает он говорит да ладно о чем ты говоришь то или он вообще в стопор впадает он молчать начинает он не понимает о чем я говорю ему надо исцелиться стать а ты о чем мне вообще басни какие-то рассказываешь что ты мне хочешь сказки какие-то рассказать что сказки я по телевизору смотрю мне надо сейчас прямо сегодня жить полноценной жизнью я люблю жизнь я люблю жизнь я хочу жить полноценной жизнью а он же уже сидит понимаешь у него руки такие как у меня да а вот представь а у него на руках вот печатки кольца золотые тут цепень у него золотая висит фураж у него там с надписью с какой-то понимаешь он вот он любит жизнь и как куда ему вставать такие возможности финансовые да такие материальные возвал лежит вот такой допустим конечно а если его поднять здоровый разве он устоит он же поедет и машину дорогой тоже ему не проблема он потом будет благодарить бога и славить что он такой до конца пролежал лазарь лазарь уже изменилась вот это именно как господь же не то что написано что он там делами а просто терпением страданий он спас это он просто одним терпением спас понимаешь я думаю тут как тут же не полнота рассказано а то что богач вот богач например да ну как сравнение просто богач он же не грешил богач за что он в аду вообще он богатый его есть возможность и он гулял стол ел пил веселился все а за что он там очутился это такая как бы узконаправленная но очень емкая притча как притча за что он туда попал не помнишь в ад ну был лазарь он не это самое не приветил да он мимо его проезжал а он не сделал а возможности было у него и он написано в земной жизни он получил веселился и детствовал так то есть награду на земле он получил то не то что награду а жизнь такую вольготную а лазарь мучился но он же не пошел воровать богача не парни не проклинал богача понимаешь лазарь вот он был в таком состоянии но он зла никакого не желал он так прожил в таком терпении проказа было у него голодный он желал питаться со стола вот этими крошками потому что очень голодный но теперь на лоне Авраамова он утешает так ну оказывается единственное не роптать и все не ропщи да и все и спасешь понимаешь ропот вот что такое ропот это надо понимать ропот это роптали евреи в пустыне о чем они претензии выставляли что в Египте им было вот то лучше то а здесь в пустыне теперь вот так христианин когда он отказывается от этих мирских этих каких-то именно претензии вот отказывается из Египта Господь выводит из этого рабства греха понимаешь а он хочется еще грешить знаешь хочется не живет он полноценной жизнью понимаешь ему шашлыки гулянки дискотеки хочется хочется всякие презентации если он там что-то там понюхал вот этого греха полизал с куста и вот ему если он обратился знает как бы уверовал крестился и начал роптать понимаешь жизнь теперь у него вот какая она стала но это что касается ропота обратно в Египет они хотели понимаешь обратно и не устраивала вот эта пустынная жизнь это плоский человек так роптал вот они все умерли коснили как они подожди ну как они могли роптать они видели славу божию они бога да да они слышали голос его да вот в том то и дело верующие ибо познали что благ господь понимаешь познали написано что благ господь это познавшие как это возможно я не знаю как это можно когда если здесь вот смотри люди говорят если бы он хотя бы какой-нибудь дал знамение да конечно за них все бы пошли за них все пошли вон они сорок эти сколько их там было тысяч ну и никто не вошел за неверие и никто не вошел Моисея видели как Моисей простер жезл море раступилось все и факт и Моисей мы тоже почему вы должны начальниками быть допустим это вот так плоский человек не просто сам по себе а через него дьявол это сатана вот я плоский это сатана но я плоский должен быть уже под законом духа жизни совесть помнишь мы про совесть с тобой говорили не моя совесть вот эта душевная которая прежде была а теперь уже совесть духовная должна быть совесть духа жизни евангельская совесть и вот теперь я такой должен быть по плоти так вести должен в мире жить вот так должен но садухом во Христос во мне во Христе то свободен от всего от всякого закона от всех сейчас представляешь я вот если чем-нибудь заниматься а у меня как будто бы ну как назвать как будто мозги пустые становятся вот я плохо соображаю технически плохо логически что-то логически что что относится к ремонту например там мотоблоки бензокоса там хозяйственные вещи раньше я ориентировался ну элементарно для меня это было всякие такие механические вещи строительные вещи там в голове а сейчас вот все как бы отходит и я думаю как странно получается если это евангельское то странно получается что вот человек в этом мире как бы век живи век учись да век учиться знаний набирается набирается вот эти всякие технические исторические любые знания и уже к старости имеет всякие знания а у меня наоборот отходит все это все все не важно все а у тебя отец во сколько лет умер 70 лет 70 а у вас вот это вот болезнь сердца это нас наследственное да я не знаю но брат брат не от этой болезни он тромб у него тромб но тоже сердечные песни ну да он сердечный он со мной знаешь что произошло моральной не так давно я вот это мое состояние знаешь постоянной усталости постоянно вот пойду мне надо сесть голова все как будто я вот только сейчас работать закончил пройду и уже устал вот сейчас выйду во двор 5 и уже устал как будто я там наработался начал я же не говорю посмотри там про эндокринную систему гормонов каких не хватает вот эти симптомы знаешь симптом усталости постоянной есть такие симптом люди постоянно чего-то не хватает но она смотрела в интернете эти форум диагнозы щитовидная железа там в ютубе там лекция какая-то врач врач там много всего там та причина может та может это там диабет а может почечники еще 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 я думал в аптеке куплю что-нибудь такое и оно как бы а потом мне сразу так раз и как тебе сказать у меня было такое раньше намерение как бы исправить эту ситуацию медикаментами каким-то лечением мне еще с камчатки он говорит что ну ты к врачу пойди сейчас вот это лечится и это там я говорю ну на это деньги нужно чтобы какие врачи что-то обследование но все равно можно там сходить терапевту что-нибудь анализы сдать ну я говорю это все ерунда мол через интернет знаешь какие-нибудь медикаменты в аптеке приобрести и после этого вас и подумал я так мне пришло что не буду я ничего делать и мне так легче стало знать что никаких ни таблеток ни врачей ни лечений написано что и волос не упадет с головы понимаешь если я так верю что и волос не упадет а вот эти научные разработки всякие щитовидная железа то 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 это все научные вещи они и сами многого не знают а Бог все знает они ничего не знают Господь отнял от них врачебную силу потому что они корыстно стали подходить к своему делу вот этому это Божье можно сказать дело матушка посмотри она проехала все больницы всех врачей прошла понимаешь у нее тоже вот эта усталость падает она ну ей одни говорят надпочечники другие щитовидка там воспаленные с обеих сторон понимаешь прописали лечение там тоже десятки тысяч отдала лечение за лечение за это пропилась ноль вообще результат нулевой понимаешь да господь ничего у них не отнимал и господь не отнимает этих врачей ничего они становятся неспособны понимаешь они не то что не отнимал он не дала даже не дала вот не дает да не просит не нуждаются для чего доброе просит просят и не получают написано а почему не на доброе просит кто-то карьеру для заработка просит еще ада для доброго это для доброго во имя Иисуса Христа прославить Бога вот для доброго это праведное дело чтобы сделать правильное а просят не на доброе не получают сейчас врачей то нет фактически я тоже несколько не смотрел врачей нет брат говорит что да ты господи к врачу к любому он сразу в интернет да они раньше в учебнике я сейчас в интернет наряду у них компьютер стоит и нато не смотрят на свои выписаться интернета там рецепты у них список какие желательно подороже там выписать для людей да такой этот мир такой мир наипогани я говорю я знаешь начинается меня охота шторы открывать смотреть не хочется знаешь а я выхожу буквально каких-то знаешь два года назад три года назад я выходил иногда погода хорошая я сяду смотрю деревья травка цветочки птички поют и природа так знаешь и мне хорошо так настроение успокаиваюсь а сейчас вот не так давно я сел и вспомнил как я любовался природой а сейчас меня не радует уже эта природа раньше она именно радовала меня а сейчас у меня одно осознание что вот эта природа какая чудная листочки деревья вот эта трава птички летают все 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 она меня удивляет как творение великолепное творение понимаешь но уже радости не доставляет не доставляет вот раньше без удовольствия куда нибудь на речку куда нибудь там допустим на природу чтобы там никого птички а сейчас мне даром не надо сейчас бы сказали пойдем поехали там где нибудь отдохнем шашлыки или что нибудь не хочу ничего не хочу и вот я думаю это может я постарел просто такие мысли знаешь себя проверяешь думаешь может постарел я может я такой немощный и поэтому у меня нет этих запросов а я думаю не так я думаю наоборот духовное духовное возрастание что уже от мира от этого настолько отлепился ну вот мое рассуждение такое вот думаю это просто старость вот такая и все стороны я думаю что ну я надеюсь что это евангельское что уже умираю для мира понимаешь умираю для мира мертвый освободился от греха вот для верующего человека для верующего человека для христиан вот поехать на рыбалку на шашлыки на охоту попадет по лесу вот любые эти вещи это грех вот для для человека простого это не грех а вот для меня я знаю это грех написано все что не поверь и грех отдыхаешь да как будто выходишь отдыхаешь на море там поехать или еще какие-то там отдых души а покой это же ищешь покой а душа только во Христе должна покой найти шаббат суббота это во Христе ну ладно привет всем все с господом все с богом шаббат любые ищешь так ищешь Продолжение следует...